Олег Анатольевич Олег Анатольевич Наша научно-практическая конференция называется «Сокращение продолжительности рабочего дня. Путь развития России». Название сразу вызывает вопросы. Это очень хорошо. Значит, будет что узнать, будет что послушать, будет о чем поспорить. И я хочу представить президиум. Президиум научных конференций не избирает, но он назначается под комитетом. Татьяна Дмитриевна Габидова, руководитель Городских консоюзов. И проректор нашего вуза Евгения Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Программа у нас... У вас на руках есть, я зачитывать не буду. Кого нет, можно попросить у соседа или у соседки. Выступающих у нас запланировано было 10 человек. Кого не будет, ну так примерно и будет примерно 10 человек. Слышно, хорошо ли я могу громче говорить? Хорошо. Я могу микрофон применить. Для вопросов микрофон, пожалуйста, можете брать. Регламент предлагается следующий. Непосредственно Евгения Ивановна Бурьянова выступит с информационным сообщением об истории продолжительности рабочего дня в России. До пяти минут, да? Да. До пяти минут. Мой доклад, постараюсь до 15 минут, попросили не задерживать товарищей. И, коллеги, наверное, до пяти минут, если попросят чуть больше, ну, пожалуйста, запросите чуть больше. Хорошо? Потому что есть ограничения по времени у работающих. Правительские собрания, знаю, есть, на предупредили в СССР. И завершить примерно, ну, получается, на 10 выступающих по 5 минут плюс вопросы, ну, где-то максимум полтора часа. Ну, постарайтесь, зависит от выступающих. Я здесь с полным удовольствием. В зале ведется видеофиксация того, что происходит, видеозапись. Не удивляйтесь. Если кто возражает принципиально, ну, наверное, все-таки, потому что конференции – это не секретные какие-то собрания. И здесь надо все-таки открыто выступать в открытой дискуссии и выяснять истину. То есть наша задача – выяснить истину. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые товарищи, на то, что вот здесь в конце программки есть проект резолюции. Проект резолюции. Можете посмотреть, будет дополнение, изменение, желательно в письменном виде. Так, чтобы можно было внести, а потом уже, если понадобится, на голосование, на голосование, на голосование, да? Нет возражений. Начинаем работу, да? Пожалуйста, Евгений Ваше. Ну, мы с вами поколение, которое привыкло к восьмичасовому рабочему дню, хотя вопрос об этом впервые был сформулирован 200 лет назад. Не мы являемся родиной восьмичасового рабочего дня в том плане, что не нам принадлежит эта идея. В 1817 году английский промышленник сформулировал идею, которую воплотил в слоган «8 часов труд, 8 часов отдых и 8 часов сон», то есть правило трех восьмерок. В 1866 году Марс и Энгельс на Конгрессе Международного товарищества трудящихся призвали к введению восьмичасового рабочего дня. В России в июле 1897 года в результате забастовок на юридическом уровне был установлен рабочий день продолжительностью 11,5 часов в сутки. К началу XX века средний рабочий день в промышленности составил 11,2 часа. К 1908 году на фабриках Московской губернии для взрослых рабочий день составлял 9,5 часов, для детей 7,5 часов в день. Первой в мире страной, которая закрепила 8-часовой рабочий день на уровне Конституции, то есть это было записано в главном законе государства, как это неудивительно, стала Мексика. Сделали они это в феврале 1917 года, то есть в принципе даже мы в данном случае отстаем. У нас 8-часовой рабочий день был введен 29 октября 1917 года декретом о 8-часовом рабочем дне. В 20-30-е годы наблюдается тенденция уменьшения продолжительности рабочего дня до 7 часов, хотя рабочая неделя составляет 42 часа, потому что все-таки рабочая неделя была не 5-дневная в основном, а 6-дневная. С началом Второй мировой войны, а именно в 1940 году, то есть не с началом Великой Отечественной, а Второй мировой войны, в России была пересмотрена норма и рабочая неделя была увеличена до 48 часов по, сами понимаете, каким объективным обстоятельствам. К 7-часовому рабочему дню СССР вернулся после восстановления народного хозяйства, которое было разрушено в результате Второй мировой войны, именно Великой Отечественной, и в 1977 году в Конституции, как мы ее называем Брежневская Конституция, было закреплено рабочее время в неделю 41 час. Как таковой 8-часовой рабочий день на уровне закона, то есть в действующем тогда кодексе законов о труде, в принципе он закреплен не был. На сегодняшний день, как мы с вами знаем, у нас в стране действует трудовой кодекс, который вступил в силу 1 февраля 2002 года. Он в статье 90 закрепляет общенедельную продолжительность рабочего времени, это не более 40 часов в неделю. Что касается продолжительности рабочего дня, то статья 94 имеется, но она носит специальный характер и конкретизирует продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних, для инвалидов, для лиц, занятых в производствах с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда. А как таковой 8-часовой рабочий день на уровне действующего кодекса у нас сегодня отсутствует. Доклад закончен. Спасибо. Вложились. Да, второго. Профессионал. Ну сейчас я чуть подольше, потому что такое попросила Татьяна Дмитриевна сделать доклад, именно основной, из которого исходит проект резолюции. Итак, в чем вызвана проблема сейчас именно? Ведь привыкли действительно 8 часов, уже привыкли, что так трудимся. На самом деле в России проведены исследования, которые доказали, что работает в России в среднем 9,5 часов в день. 9,5. При том, что привыкли к 8-часовому. Это значит явные переработки и явные сверхурочные. Причем часто сверхурочные не оплачиваются. Хотя первые 2 часа, вы знаете, в полуторном, последующие в двойном размере, ночные, выходные, праздничные, в соответствующем тоже в двойном размере. На каких-то предприятиях оплачиваются, на каких-то нет. И вот мы все услышали по телевизору, кто по радио, кто в интернете, такую новость, что начало изучать наше правительство в лице его руководителя возможность перехода на 4-х дневную рабочую неделю. Кто-то захлопал в ладоши, сказал, ну еще один день подарили. Кто-то начал сомневаться, говорит, ну как это, после пенсионной реформы, которая увеличила на 5 лет продолжительность рабочего времени в целом в годах. И которая привела к тому, что раньше, по подсчетам ученых, врачей, больше 10% мужчин не доживало до пенсионного возраста в 60 лет, а женщин порядка 7% до 55. То сейчас прогноз такой, до 65 лет не будет доживать больше 20% мужчин. Как некоторые мужчины шутят, я работаю для пенсии своей жены. Потому что женщины живут у нас дольше, ну и в большинстве стран мира. Но у нас очень большая разница. Как же так получается? Неужели будет подарен один день? То есть после пенсионной реформы, наверное, наивных людей таких, которые посчитали бы, что будет подарен, но если есть, то очень мало. Заглядываем в трудовой кодекс, там написано 40-часовая рабочая неделя. Следовательно, просто делим 40 часов на 4 дня, и получается, что 10-часовой рабочий день. А так как это не будет отрегулировано таким образом, что никто не даст приказ всем восьмичасовой, почему? Потому что нет такого закона о восьмичасовом рабочем дне, его нет. Вот Евгений Ванн это показал, что его просто нет, давно уже нет, кстати говоря. Следовательно, это остается на усмотрение работодателя. А если правильно с научной точки зрения говорить, это не работодатель, а работобратель. Потому что трудящиеся дают работу, трудятся, а хозяин, он берет результаты труда. Так ведь? Ну так уж привыкли работодатели. Итак, получается 10-часовой рабочий день. К чему это может привести? Это может привести к тому, что в городах, где надо добираться около часа, прибавлять еще 2 часа, плюс час на обед, который находится на работе в любом случае, и того 13 часов. Плюс переодеться надо, многим надо выйти на работу уже, в смену выйти, и это время тоже считается нерабочим, плюс еще полчаса. Итого больше половины суток. Следовательно, это получается, что 4 дня в неделю работа без того, чтобы нормально видеть семью, нормально физиологически отдыхать. Ведь не случайно 8-часовой рабочий день, а потом 7-часовой, потому что и ученые доказали, что вот это деление 8-8-8, 8 часов отдых, 8 часов активность, 8 часов сон, он довольно физиологичен. Хотя уже многовато 8 часов. Я сейчас докажу, как дважды два, что 8 часов работать это много. Возьмем, во-первых, мы одна из тех стран, которые ввели первые в мире наши великие предки ввели 8-часовое рабочение. Причем это сделал не народный комиссар, который подписал просто, он уже ввел, а это сделали рабочие. Петрограда и других городов. Это сделали в 17-м году после февральской революции буржуазной. Они явочным порядком ввели рабочий контроль на заводах и ввели 8-часовой рабочий день. За это боролись многие годы. И это случилось в 17-м году. А уже народный комиссар советского правительства, он узаконил. Потом, как известно, 7-часовой рабочий день. Возьмем страны, да, у нас был 7-часовой рабочий день и планировали после войны постепенно по мере восстановления народного хозяйства довести до 7 часов, вернули к 7 часам, потом до 6, до 5, даже до 4 часов при внедрении новой технологии, естественно. И это совершенно нормально было. Опыт Западной Европы и многих стран доказывает, что 30-часовая рабочая неделя это совершенно нормально. В Нидерландах, в Дании, в Швеции, в Норвегии, во Франции чуть больше работают от 30 до 35 часов в неделю. Можете поделить на 5 дней. Кто-то из них перешел на 4-гневку. Но получается, что, оказывается, можно работать 6 часов и меньше даже в день. Можно. И при современных технологиях это нужно делать. Нас чем сначала напугали? Нас напугали, что будут введены 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Помните? Это было лет 6 назад, правильно? Но мы их не очень увидели. В нашем городе вводятся некоторые рабочие места, это нас радует. Наш город живой в этом отношении, более живой, чем многие другие. Но 25 миллионов не было этих рабочих мест. И все стали пугать другим. Придут роботы, придут новые технологии, и рабочих не нужно будет, особенно в сфере услуг, говорят. Неинтересно, как в детском садике они робота поставят. Или в школе, ну в школе можно интернетом заменить, это планы такие есть у некоторых. Какой путь при развитии технических, научно-технического прогресса? Путь сокращения рабочего дня. Это очень важно. Многие не различают сокращение рабочей недели, сокращение рабочего дня. На самом деле сократить рабочую неделю до 4 дней, это реакционно, это против людей. А уменьшать рабочий день, это нормально, это естественно. Это первое было доказательство, это опыт других стран. Другое доказательство. Сколько на предприятии, там где производят материальный продукт, благодаря которому мы живем. То есть рабочими руками производится продукт у нас на Азоте, в других предприятиях. Сколько человек работает для того, чтобы заработать себе заработную плату. Как вы думаете, сколько времени нужно из 8 часов? Сколько? А? 5 минут? 5 часов. Нет, 5 часов это было при рабовладении. Нет. На самом деле, ну студенты знают, уже я им рассказывал, 1 час. Другие исследователи говорят 40 минут. 40 минут. Достаточно. То есть 8 часов работает, а реально 9,5. 1 час и свою зарплату заработал. Остальное кому достается? Хозяину производства, капиталисту, так? Так. Теперь, второе. С 2017 года производительность труда увеличилась от 50 до 100 раз. До 100 раз. То есть стали работать 100 раз, вернее, производить благодаря технологиям 100 раз больше. Наш Азот, посмотрите, это же автоматизированное производство целиком. Никто не берет кусок газа и переносит его куда-то. Все автоматизировано. Кроме ремонтных работ. Сам процесс автоматизирован. Получается, что пусть 50 раз увеличилась производительность труда. Это значит, насколько увеличился продукт труда, который присваивается неработникам, нерабочим. Опять же, примерно в 50 раз. И, следовательно, если работать 6 часов, хватит и капиталисту, хватит и работнику. Без уменьшения заработной платы, естественно. Вот этот путь, не случайно так я предложил назвать конференцию, это путь развития России. Для многих покажется, что это какие-то мечты, что это какая-то там маниловщина, ничего подобного. Когда работали по 12 часов в царской России, по 12-14 часов, и дети в том числе, и вели 11,5 часов, многим казалось тоже чудо. Когда ввели 8-часовой рабочий день, была разруха, была империалистическая война, еще не закончилась. Но ввели 8-часовой рабочий день и выдержали, во время гражданской войны выдержали. Производительность труда при уменьшении рабочего времени, рабочего дня, производительность труда увеличивается. Рабочий меньше устает. Рабочий знает, как произвести за 6 часов то, что сейчас производят за 8. Я вас уверяю, любой профессиональный подготовленный рабочий и инженер сумеет ему помочь в этом. Следовательно, необходимо еще вернуться к предложению по 4-дневной рабочей неделе. Это приведет к еще одному последствию, если она будет введена, и если мы это позволим, если профсоюзы позволят это сделать. К сожалению, ФНПР поддержала эту инициативу. Федерация независимых профсоюзов России, который 5 лет тому назад Шмаков говорил, что этого не будет, на голубом глазу, то есть по телевидению. Сейчас он поддержал. К чему это приведет? Почему это делают? Неужели они такие глупые? Нет, они умные. У нас капиталисты умные в этом отношении. Делается для чего? Для того, чтобы привыкли к 10-часовому рабочему дню. Получает рабочий 3 выходных. Что он делает? Зарплата-то невысокая. Зарплата у нас в 3-5 раз ниже, чем стоимость рабочей силы. В 3-5 раз ниже. У нас зарплата в Невиномыске. Можете меня хоть освистать, но это посчитано. Зарплата в Невиномыске, вернее, не зарплата, а стоимость рабочей силы в Невиномыске у нас больше 100 тысяч рублей. Стоимость, а зарплата в 3-3,5 раза ниже. Потому что остальное достается капиталистам. Так вот, привыкнет заставить рабочего и других трудящихся работать 10 часов в день. Затем остается 3 дня. Некоторые говорят, у нас там рабочие сопьются, еще что-то. У нас рабочий класс крепкий. Большинство пойдет работать, потому что зарплата низкая. Так? Пойдут работать. Пойдут работать в пятницу и в субботу. А пойдут работать к хозяину, который скажет, ты 10 часов работай. Так или нет? 10. Следовательно, сколько часов в неделю? 60. А теперь вспомним, кто очень хотел 60-часовую рабочую неделю. Прохоров. Все мы помним этого длинноногого красавца, который сделал нам автомобиль уже, да? На котором мы все ездим. Замечательный такой. На котором ездил президент, по-моему, единственный, кто ездил из людей. Ну, может быть. Так вот, вот эта мечта капиталистов. Они не сумели 60 часов протиснуть через прямое законодательное русло. Тогда, кстати, и ФНПР даже было против. А через 4-дневную рабочую неделю вот таким хитрым маневром, хитрый план, так называемый, пытаются это сделать. Поэтому мы должны быть здесь не только против, я считаю, мы, профсоюзы, профсоюзные активисты, должны быть не просто против. Когда ты против, этого недостаточно. Вот идешь по улице, тебя бьют, не дай бог. А я говорю, а я против. А я против. Ну, ты против, дальше что? А если отмахнуться и дать в лоб? Ну, все, тогда понятно, тогда прекратят. Надо не просто быть против. Надо быть за. Надо быть за 6-часовой рабочий день. И тогда с этой высокой задачи можно начать диктовать условия, в том числе работодателю. Да, 6-часовой рабочий день без уменьшения заработной платы. И тогда можно заставить и увеличивать заработную плату и уменьшать сверхурочные. Потому что первая задача, минимум, это не работать сверхурочно, не подрывать свое здоровье. Вначале надо заставить платить, конечно, полностью, так, чтобы они почувствовали, что это дорого. А потом, чтобы вообще не работать сверхурочно. И следующая задача устанавливать 6-часовой рабочий день. Как это делать? Так, чтобы законодательно сразу это сделать, это вряд ли удастся. Это надо делать явочным порядком, как сделали наши великие предки на производствах. Когда есть коллективный спор, я завершаю уже, когда есть коллективный спор, когда есть коллективный договор, проект коллективного договора, в который записан на 6-часовой рабочий день, тогда можно начинать коллективные действия в поддержку этого. И вначале установить явочным порядком, когда, например, в процессе забастовки. Забастовка – это нормальный процесс, на Западе бастуют. И у нас бастуют уже, крановщики бастуют, другие бастуют. Устанавливать не то, что забастовка вообще не работать, а забастовка в виде уменьшения рабочего времени. И зарплату не теряешь, и штрейбрехеров не пускаешь на свое место. Ну, те, кто нанимают место. В Казани наняли штрейбрехера, на кран посадили. Человек убился. Кран упал, человек убился. То есть он пошел за рублем и потерял жизнь. Поэтому, уважаемые товарищи, вопрос о уменьшении рабочего времени – это вопрос жизни рабочих, других трудящихся. Это вопрос развития России. Уменьшение рабочего времени, рабочего дня приведет к тому, что капиталист вынужден будет ставить новую технику. Сейчас ему не надо, он заставляет работать по 9-10 часов, ему не нужна новая техника. А если 6 часов, он вынужден будет ставить новую технику. И тогда будет выполняться закон, который на Западе работает. А закон называется «Чем больше работаешь, тем меньше получаешь». Чем меньше работаешь, тем больше получаешь. В России фонд рабочего времени годового в полтора раза больше, чем в западных странах. А зарабатываем мы меньше, рабочие зарабатывают меньше. Почему? Потому что не внедряют технологии. Почему не внедряют технологии? Потому что не заставили рабочие еще капиталистов. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я готов ответить. Нет, да, вопросы? Тогда объявляю следующего выступающего. Николай Михайлович Острик. Нет, нет, Суркова Светлана Алексеевна. А, Суркова Светлана Алексеевна, пожалуйста. Я, конечно, может быть не столь красноречива, но сказать о том, что идею или мысль ввести четырехдневную рабочую неделю, он немножко опоздал. Вы, наверное, знаете, многие знают, что четырехдневная рабочая неделя уже действует на электромеханическом заводе. Они уже несколько лет работают по четырехдневке и работают до четырех часов, с восьми до четырех часов. И вот радость эту я слышу каждый день от них, когда езжу вместе с ними на маршрутке. Они ничего не получают. Они отпуск им тоже дают с большим, с великим трудом, а если дают, то отпускных тоже, понимаете сами, нет хороших. И вот каждый день вот это четырехдневки, спасибо четырехдневке, спасибо четырехдневке. То есть потому что мы все работаем, да, от чего греха таить, работаем для того, чтобы получить какую-то определенную оплату. И вот здесь я бы сказала, чем больше работаешь, тем вообще ничего не получаешь. Потому что сказать вот у нас, да, в образовании, когда возникла вот эта тема, возник этот вопрос, мы начали считать свой базисный план, разбрасывать на четыре дня. Что у нас получилось? У нас получилось, что уроков будет по 10-15 уроков в день. Потому что, ну, тот же русский язык, у меня 204 часа на год, да, я же должна программу выполнить при всем, при том. Вот это получается только русский, да, по часу там рисования, музыка, мы все должны впихнуть в 4 часа. Да, как, что у нас будет с детьми, что будет с учителями, да. И ведь заметьте, главный санитарный врач еще, я вот просмотрела интернет, готовясь вот к сегодняшнему дню, да, главный санитарный врач, заметьте, он еще ни разу не выступил и не сказал, ребята, вы что делаете? Мы что делаем с людьми? Мы их просто гробим, мы понимаем, что нас гробят. Мы все это понимаем. Ну, мы же хотим еще жить, мы только жить начали, может быть, да. И вот это издевательство, санпины никак все молчит, главный санитарный врач и вот эти организации, они молчат. Что вы творите, ребята? Значит, прежде чем ввести, да, должны быть какие-то другие действия. Что нам делать с нашей программой? Мы и так в школе сидим 6-7 часов, мы работаем, но потом нам нужно идти. Вот говорят, не работайте больше, да, да мы бы рады не работать, но нас требует посетить каждого ребенка два раза в год, у меня их есть и 30 человек, два раза в год посетить ребенка, посетить семью, сходить на КДН, переписать свой участок, то есть посчитать заболеваемость один, два, три раза, кто заболел, кто кружки, дополнительные секции посещать, плюс знать преподавателям, тренера и все прочее. Мы это все должны знать. Вот и спрашивается, да, а жить когда? И видите ли, правительство наше решило позаботиться, да, от нашем развитии, что в три дня, что мы будем делать в три дня? Вот что? Не имея денег, да? Мы должны, вот как он говорит, Медведев, должны развиваться, следить за своим здоровьем, проводить время с семьей. А извините, на что? На что? Мы бы с удовольствием в театр, да, на концерты, много сейчас чего есть такого, куда можно себя деть. Но где же средства взять на это? Вопрос нигде не стоит. И тоже за рубежом, да, они работают на Западе, тоже опять же я посмотрела, работают некоторые предприятия, полтора-два часа, женщины, и вообще могут работать, позволить себе работать, могут позволить приходить, когда захотят. Но опять же, не говорится о том, копейка где на это все, за счет чего это происходит, вот этот трехдневный вакуум. И мы сейчас, у нас был опрос тоже, значит, пяти- или шестидневку, да, родители выступили за пятидневку. Опять же, мы посчитали и посмотрели свой план, нам, мы не можем, мы в шесть дней, вот только вот в шесть дней растянули, мы уложились в шесть дней, потому что у нас финансовая грамотность появилась, основы духовной, нравственной и прочее, прочее. То, что у нас вклинивает и вклинивает новые предметы, ну их же когда их преподавать? Поэтому это просто невозможно, ну это просто наизмор, поэтому не знаю. То есть это все говорят, что вот такая нагрузка влияет, да, на наше здоровье. Понятно, что мы выгораем, у нас уже психологическое выгорание, физическое выгорание, но нам деться некуда. Выбор у нас, выбор небольшой, хотя говорят психологи, что это неправильно, выбор есть всегда. Ну вот как бы по большому счету, сейчас вот, например, мы выбора не видим, выбора не видим. Спасибо. Спасибо. Наталья Геннадьевна, Екнатенко. Не наставь, можно сами сказать. Председатель процессору организации ДЭП-164, ученик по охране культуры. Добрый день. Являясь работником дорожного предприятия ООО ДЭП-164, хочу выразить свое мнение свое и мнение коллектива относительно перехода к сокращению рабочей недели. Основным видом деятельности нашей организации является содержание участка федеральной автодороги «Кавказ» протяженностью 76 километров. В рамках осуществляемой деятельности работниками предприятия постоянно проводится мониторинг состояния эксплуатационных характеристик автодороги. И в случае необходимости принимаются меры по устранению выявленных дефектов и обеспечению безопасности дорожного движения. Такие мероприятия, как замена тросового металлического барьерного ограждения, ямочный ремонт, замена и установка знаков, спил деревьев, уборка мусора и многое другое. Процесс проведения работ в нашей организации непрерывный. Все работы проводятся в светлое время суток и при хорошей видимости для обеспечения безопасности работников. Так как работы у нас проходят на оси, разделяющие дороги, то есть направление потоки машин, поэтому при тумане, при снеге работы никакие не проводятся. Соответственно, мы не выполняем обязательства своих, которые у нас установлены по контракту. Соответственно, мы не получаем финансирования, так как в трудовом законодательстве Российской Федерации и в наших обязательствах прописаны строгие сроки выполнения определенных работ. Соответственно, не получая финансирования, мы не получаем заработную плату. И применительно к нашей организации, то есть к нашему предприятию, вообще фактически неприемлемо все. Объемы работ мы должны исполнить в достаточно сжатые сроки, в зависимости от выполнения работ. Соответственно, если мы будем работать 4 дня, оставшиеся 3 дня, то есть дорогу, скажем так, замело снегом, закрыли трассу, трасса федерального назначения. Все. То есть, естественно, посыпятся и жалобы, и все остальное, потому что бросить мы никак не можем это все. Все. Работодателю придется нанимать новых работников. Финансирование у нас одно, что приведет к уменьшению заработной платы. То есть люди, которые будут в нашей работе отдыхать 3 дня, они будут вынуждены искать себе работу. На один день работу не найдут, соответственно, будут искать на 2-3 дня, выходных вообще не будет, и износ организма пройдет также капитально. Все у меня. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо большое. Елена Альберговна Беликова. Воспитатель. Председатель профессиональной организации. Детский сад номер 45. Хотелось бы сказать, высказаться о ситуации в детских садах. Тут на самом деле вот с этим введением 4-дневной рабочей недели больше, мне кажется, вопросов, чем ответов. У воспитателя 36 часов рабочая неделя. Что случится, когда мы перейдем на 4-дневную рабочую неделю? Воспитателю тогда придется работать 9 часов в день. Работа очень напряженная. Нам когда-то установлено было законом 6-часовой рабочий день у воспитателей. Была 36-часовая рабочая неделя при 6-дневной рабочей неделе. И вот этот хвостик 6 часов у нас осталось еще с тех времен. Мы как бы… Получается у нас это… А сейчас что будет? Также помощники воспитателей. У них 40-часовая рабочая неделя. Да, и получается 10-часовой рабочий день будет? Тоже тут непонятно. Или тогда, если воспитателям, допустим, ведут 9 часов, он будет работать в день, да? Тогда должны пройти сокращения, потому что воспитателей тогда получится больше, чем будут нуждаться детские сады. Тоже как бы нагрузки. Сейчас очень увеличилось количество детей в группах. Нагрузки на людей просто колоссальные идут. Дети вот, если раньше были 15 человек по нормам, да, по санитарным нормам, то сейчас в связи с введением подышевого финансирования вынуждены набирать 20 и более детей в ясельные группы. А в группы дошкольников и 28, и в каких-то садах есть и 30. Это настолько вот нагрузка на педагогов идет огромная. И вот представьте, если 9 часов человек будет работать вот с таким огромным количеством детей, даже если это 4. И при наших маленьких зарплатах, опять же, вот правильно многие передо мной сказали, что человек не сможет никуда поехать с нашей зарплатой, ну извините, средняя 20 тысяч, да? Ну куда поедешь на эти выходные, куда, где отдохнешь? Вот. Поэтому я считаю, что введение 4-дневной рабочей недели нам грозит только ухудшением условий и ухудшением состояния здоровья работников и ухудшением вообще условий работы людей. И потом, вот детские сады, у нас город промышленный, да, люди, рабочие предприятия очень нуждаются в детских садах, потому что им надо своих детей оставить присмотренными, да, а если мы будем работать 4 дня, а 3 дня отдыхать, то 3 дня надо человеку, кто работает по сменам, да, на предприятии, где-то искать няню, там, бабушку просить, еще там что-то, находить другие выходы. Ну как бы, я считаю, что для нас 4-дневная неделя это вообще неприемлемо. И поговорив со многими работниками в нашем детском саду, я услышала то же самое мнение, что, чего придерживаюсь и я, как бы, мы против этого. Спасибо. Спасибо. Татьяна Алексеевна Крымова, мастер отдела контроля качества, председатель первичной организации электромеханический завод. Меня представили, значит, я работаю на электромеханическом заводе, который уже упомянулся сегодня. Наше предприятие периодически работает по 4-дневной рабочей неделе. Проходит это из-за того, что у нас не хватает объемов производства. При этом оплата рабочим производится за фактически проработанное время. А это получается, что в среднем мы теряем 25-30% заработной платы. Поэтому многие наши работники дополнительно ищут работу и подрабатывают. Хочу сказать, что введение 4-дневной рабочей недели с увеличением продолжительности времени 10 часов негативно скажется на рабочем процессе и на здоровье работника в целом. Увеличение рабочего дня повысит утомляемость работников и, соответственно, снизит производительность труда. При этом нарушается, рассеивается внимание и могут происходить, увеличатся несчастные случаи. Так как я в АТК работаю, и ухудшатся качество выпускаемой продукции. После напряженного трудового процесса работнику просто не будет хватать времени на восстановление своих сил. Три выходных также они не будут использовать в качестве полного отдыха. Они будут заискать дополнительный заработок. И поехать-то. Знаете, у нас раньше была своя база отдыха на море. И мы можем и сейчас туда это. Но люди не едут, потому что нет денег. Хотя и предприятия, люди должны оплачивать, у нас льгота идет 20% от стоимости. Но даже на это у людей нет денег, чтобы с семьей отдохнуть. И в результате получится, что наши работники будут работать на износ. Все мы хотим получать достойную заработную плату. Но при этом должны быть нормальные условия труда. Это продолжительность 8 часов. А если уменьшить, всем еще лучше. Регламентированные перерывы на отдых. И считаю, что профсоюзы, мы должны более стойко выступать за увеличение оплаты труда. И гарантированную, постоянную долю заработной платы не менее 80%. Можно долго говорить еще о соразмерности цен на продукты питания, лекарства, услуги коммунальные к уровню нашей заработной платы и пенсии. И на эту реальность накладываются иные проблемы. Необходимо оплатить за обучение детей, оплата жилья. Таких проблем можно перечислять и перечислять. Поэтому пока не будет достаточного уровня заработной платы и пенсии, об изменении рабочего времени, считаю, нельзя говорить. Слово предоставляется профессору нашего института, доктору технических наук, почетному горожанину нашего города Ивану Максимовичу Коплину. Уважаемые товарищи, вопросы, по которым мы собираемся, весьма... Микрофон дальше не может. Дальше, да? Весьма острая. И причина эта является, потому что мы сейчас живем при капиталистической системе. Капиталистическая система... Мы привыкли за 75 лет советской власти, что за нами, значит, это государство думало, условия создавало и так далее. Предприятие, стройность нас, Невиномыск, из станицы. За 30 лет превратился в крупный промышленный центр, ну, будем сказать, юга России. Почему? Потому что у нас работало 23 предприятия на полную нагрузку, на котором работало... Количество работающих на 23,5 тысячи. Это только на предприятиях. Сейчас у нас работают 4 предприятия, устойчивые, и то с наименьшей нагрузкой, о чем сейчас сказала предыдущая выступающая. Электромеханический завод, завод современный, работает над проблемой, которая улучшает условия труда, производительность труда. И вот он сегодня работает неполную нагрузку. Поэтому, одна из самых главных вопросов, надо ставить вопрос о том, что надо восстановить, пустить те предприятия, которые стоят. А я вам посчитал, что из 23 предприятий 6 работают, и 23 тысячи сегодня только 8. Это во сколько? Почти шел 3 раза. Вот надо с этого и сходить. И когда я путешествую ежедневно, начиная с меркомбината и кончая на завод, который находится, это консервный завод, я иногда так упражняюсь. И когда смотрю, то все эти предприятия, родившиеся на переработке сельской продукции. Поэтому, это важнейшая проблема, которая должна решиться, собственно, для государства однозначно. Надо вернуться к плановой системе, надо село, которое сегодня, кстати, вы знаете, сколько ездит на работу в Невиномыск села со стороны Ивановки? Я вам скажу, каждый день ездит порядка 50 тысяч человек. Откуда я эту цифру взял? У нас есть переезд. Вот я иду на рынок, закрылся переезд. Я считаю, стоял 6 минут, насчитал 57 машин. Подкажу к дежурной по переезду. Вот так это, говорит, 50 тысяч в сутки. Я так думал, ну, 50 тысяч, представляете? Это не говоря о том, что сколько же грязи с воздуха, по дурости бросается на нашему. Теперь нам предлагают вот такую систему, чтобы вообще человек только прожил не больше 25 лет. И хватит. А дальше там, на том свете уже само собой будет решаться. Поэтому предложение о том, что здесь оно прозвучало. Но главное, надо решать проблему развития предприятия. Прежде всего, восстановление предприятий. Вот это хотелось бы пожелать сегодняшнему нашему собранию. И его вести до тех пор, пока не решим. Спасибо. 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 Виталий Викторович. Доклад у меня называется «Значение свободного времени в современной семье». Хотелось бы сразу начать с понятий. Под семью я подразумеваю современную семью. То есть это никакая не буржуазная семья, не та семья, которая создана для того, чтобы накапливать материальные блага, не та семья, которая нужна для наследования какого-то имущества, а именно ту семью, в которой мы живем большинством в нашем обществе. Это семья, в которой воспитываются дети. Также нужно начать с того, что сам по себе человек, всем известное понятие, это продукт обстоятельств воспитания. И именно в семье это воспитание закладывается изначально. И в дальнейшем это воспитание определяет, как будет действовать человек в условиях конкретных обстоятельств. Что мы наблюдаем сейчас? Сейчас многие воспринимают роль родителей в семье как надзирателя и обслуги для своих детей. И это немаловажные функции. Действительно, дети настолько любознательны и несамостоятельны, что им просто не выжить без помощи родителей и лиц, несущих данную функцию. Но делает ли это воспитание воспитанием? Прививает ли это человечность? Это дает возможность существовать, развиваться физически, выращивать тело человека. Но человек это общественное существо, общество создает человека. И именно эту функцию семья должна нести в первую очередь. Также, все мы прекрасно знаем, что просто уделять внимание детям недостаточно. Каждый человек должен своим личным вниманием и участием в самой жизни ребенка осуществлять его воспитание. Также ребенок должен участвовать в жизни всей семьи, помогать родителям, делать какие-то обязательные вещи, соблюдать режим. Теперь хочется задать такой вопрос. Что же для этого нужно? Не будем погружаться в принципы направления развития детей, определим лишь главный ресурс для воспитания. Если собрать воедино все аспекты, то общим фактором для нормального развития детей в семье является только время. Любая часть воспитательного процесса невозможна без времени, достаточного для него. Даже если часть функций по воспитанию перекладывается на других лиц, как это многие делают и часто, например, бабушек и дедушек, то это уже воспитание, не совсем воспитание родителей, это воспитание бабушек и дедушек. То есть бабушки и дедушки таким образом вносят очень значительный вклад в воспитание ребенка. И личность в итоге также будет содержать эти моменты. Выходит, что недостаток свободного времени вознуждает родителей перекладывать часть воспитательного процесса на иных лиц. Хорошо, когда данными лицами являются хорошо организованные морально высокие люди, профессиональные преподаватели, тренеры, культурные воспитатели или хотя бы просто хорошие и добрые люди. Но ведь это сейчас редкость и, как правило, они тоже сильно заняты или высокооплачиваемы. В итоге работающие родители приходится смириться с тем, что дети, предоставленные сами себе, неизбежно попадают в круг влияния информационных средств, уличной среды, прочих неподконтрольных родителям обществ. Особенно актуальна проблема с временем у женщин, свободное время которых ограничивается не только производственной необходимостью, но и домашними ежедневными заботами. Наиболее остро эта проблема затрагивает женщин, самостоятельно воспитывающих детей, когда им часто приходится увеличивать рабочее время для того, чтобы элементарно обеспечить своего ребенка или детей, если их несколько. Сегодня наиболее доступным информационным источником для детей является интернет и телевидение. Достаточно нескольких минут посмотреть контент самых популярных каналов и пабликов, чтобы понять, под каким давлением проходит становление современных детей и предположить, какие ценности и принципы будут сопровождать сформировавшиеся в такой среде человека всю его оставшуюся жизнь. В принципе, в этом может каждый убедиться. У кого есть дети, можете зайти на те каналы, на которые они подписаны в YouTube, группы. И я больше чем уверен, что не все они будут вас устраивать и не все они, скажем так, вы примете как нормальные. Исходя из вышесказанного, несложно сделать вывод о самой главной задаче современных родителей. Самой главной задачей является освобождение времени, наличие свободного времени для реализации главной своей функции – воспитания полноценного будущего человека. Важно помнить, что для полноценного воспитания детей требуется также личный пример родителей. Родители сами должны читать, иметь хобби, увлечения, иметь возможность для культурно-массового развития, потому что именно пример самих родителей формирует основные модели поведения, образа жизни, ведения быта и привычки. И на это нужно время. Вопрос сокращения рабочего времени – это не просто обусловленный техническим прогрессом явление. Это вопрос развития человеческого общества. Скорость распространения информации, ее доступность создают условия для подмены результата родительского воспитания результатом любой пропаганды владельцев средств этой массовой информации. Увеличение рабочего времени не оставит шанса родителям воспитать ребенка в духе своих семейных ценностей. Единственный способ сохранить возможность воспитания детей – это сокращение рабочего дня. Сегодня это жизненная потребность каждого, планирующего вырастить достойного человека. Также хочу добавить то, что сокращение рабочей недели, в принципе, только с первого раза, на самом деле, кажется, что вот эти три дня, они будут достаточно освобождать времени для того, чтобы их уделять своим детям. Почему? Потому что сам по себе процесс воспитания – это не какая-то одноразовая вещь, которую нужно, можно раз в неделю уделил внимание, ну и дальше все, он сам по себе что-то делает, в школе ходит, играет, еще с ребятами занимается. Нет, процесс воспитания – это ежедневная работа, ежедневное участие в жизни ребенка, формирование распорядка дня, формирование каких-то увлечений, ценностей. И как бы трех дней, я не знаю, ну человек поработал 10 часов в день, устал, пришел домой, поел, лег спать. Освободилась у него суббота, освободилась пятница, да? Что сможет он за это время? За это время он сможет только в лучшем случае это сводить куда-то ребенка на какое-то культурное мероприятие. Но учитывая, что и с ними сейчас не очень все хорошо, если посмотреть на то, что прокатывают в кинотеатрах и всем остальном, то толку от этого тоже будет мало. Слово предоставляется Татьяне Дмитриевне, руководителю Российского Союза. Ваши мои товарищи, вот мы уже послушали ряд выступлений, не надо думать, что если люди считали по бумаге, это их мысли сокровенные. Не каждый оратор, то есть не каждый может свободно стоять и говорить, хотя бы и то, что наболело. Сегодня вот взорвано с интернет-сообщество. Я думаю, что многие из вас уже прочитали то, о чем здесь говорили. И задача сегодняшней нашей научно-практической конференции, предложенной Олегом Анатольевичем и поддержанной президием ТВП, состоит в том, чтобы еще раз нам с вами вместе обсудить эти вопросы, которые сегодня во главу дня правительство выдвигает. Это первое. И второе, чтобы каждый для себя тоже понимал, что это такое. Потому что можно много рассказывать, но нужно все равно самому все это пересмотреть, соотнести к тому, где вы работаете. Просто мы подобрали из каждой отрасли специально представителей, которые вот у нас Олег Анатольевич теплосильд не захотели высказать свое мнение, хотя у них тоже бурные дебаты, судя даже сейчас идут. Должна сказать, что все это не так просто. И понятно, что это, ну как бы, не сегодня будет. Ну а кто знает? Вспомните пенсионную реформу. Нам же тоже говорили, что это не будет в ближайшее время. Но ведь несмотря на то, что многие из нас, да большинство, не поддержали предложение, оно же было принято, делается это, может быть, и для того, чтобы сегодня таким образом увезти пенсионеров, те, которые работают. А люди работают от хорошей жизни. Работают, потому что пенсия очень невелика. Вот сегодня, кто читал свежие аргументы и факты, просматривайте, наверное, и не знают, для чего это делается. Вот постоянно какой-то небольшой материал дается, и написано, какая пенсия в Польше, какая у нас. И сравнивается. Ну чего сравнивать? Мы и так знаем, что она у нас невысокая, эта пенсия. Особенно она, извините меня, у людей, кто сегодня воспитывает наших детей. Это учителя, это воспитатели. Это те, кто сегодня работал в сфере услуг. И мы с этим, профсоюзы, сталкиваемся ежедневно. И поэтому вопрос, о котором сегодня мы говорим, это непростой вопрос. Он не решится за один день, это понятно. И Топилин об этом говорит, министр труда. Но нам с вами, это маленький такой звоночек. Этот звоночек говорит о многом. Да, сегодня они могут, сегодня трудовой кодекс, он разрешает сегодня, да, запрета ж нет делать, об этом сказала Анатолий в своем выступлении. Но они не могут перейти, потому что есть норма часов, которую мы отрабатываем. И все постепенно, если все постепенно будет меняться, они это будут делать, как и убираются ГОСТы, СНИПы советские. Почему падают здания? Почему у нас сегодня такой идет травматизм? Почему? Что все стали сразу безграмотные? Да потому что иногда начинают делать дело новое, а нет ни схем, ни плана, нет стратегии разработанной. Поэтому и здесь, конечно, нас это должно все очень насторожить. И то, что Федерация независимых профсоюзов согласилась с тем, чтобы выйти с предложением, причем в интернете пишется, что она вышла с предложением, может быть, алукавят правительство, может нет. И они оговаривают, что при зарплате, которая будет за пятидневку, скажите, мы с вами все сидящие работа, мы в это верим? А освободятся эти дни, люди будут заняты. Мы за это время пообщались, вот у нас здесь в ТОП и Олег Анатольевич, и с предпринимателями, которые говорят, ну тогда занятости будет. Не будут, те пойдут отдыхать, а новые придут. У нас и так не хватает специалистов, дефицит составляет почти 800 тысяч. Вы меня извините, это перепроизводство там, у них, о котором вот тоже говорил докладчик. Но у нас же этого нет. И у нас еще другие проблемы есть. Да, у нас есть сегодня фиксированная оплата. Сколько у нас прожиточный уровень? 11,280. Но мы же все с вами, да, мы проживем на этот уровень. Сегодня, ну не выходя, не покупая ничего, а только для того, чтобы продержать семью. И если даже установят ту фиксированную оплату, о которой ФНПР говорит, но у нас сегодня оплата труда, туда входят бонусы, туда входят премии. Ну а уже сколько? Ну с новой обсуждением, новой отраслевой оплаты труда у бюджетников, эту тему обсуждаем. Мы только из города направили письма с подписями, практически все были подписаны, кто работает, поставили свою подпись. Но сегодня же не меняется. Поэтому я бы полагала так, чтобы нам не довести себя вот до такого состояния, 10-часовой рабочий день, офис. Там тоже люди работают, и они устают кардинально, потому что у них нет этих технологических перерывов. И чаепитие уже давно нет в офисах. Или мы говорим о том, что у нас бабушки и дедушки. Так вот бабушки и дедушки многие сегодня работают, а ребенок один. Это то, о чем говорил молодой человек. Или давайте мы говорим. У нас выступает одна из российской газеты, выступает эксперт. Прочитайте в интернете, это есть там. И говорит о том, что очень многие хотят работать по 13, по 10 часов. И это будет в компании приветствоваться. И за это будет повышение по службе. То есть повышение квалификации и так далее. И что сегодня многие это хотят. И тут же добавочка небольшая от наших врачей, что это вредно. Так давайте сначала изучим ситуацию нашей страны, а не Великобритании. И не Новой Зеландии, на которую ссылается медведев. А нашей России. Наших людей. И наших людей. И здоровья наших людей. И менталитета наших людей. Так может быть у нас вот такого не будет. Или мы сегодня поддерживаем, да, мы не против. Пусть будет четырехдневка, но только пусть она с той зарплатой будет. Какую даем сегодня за пятидневку? И за восемь часов. И за восемь, да, часов. Так ведь это сегодня все просчитывается. Поэтому я сегодня обращаюсь к вам. К тем, кто сегодня придет в коллективы. Это студенты и те, кто сегодня мы с вами, профсоюзники. Здесь в основном председатели профсоюзных организаций. У нас есть с вами документ, где можно локально устанавливать режим рабочего времени. Это коллективный договор и распорядок, трудовой распорядок сегодня. Мы сегодня ведем эту работу с вами вместе. Я обращаюсь к юристу, чтобы было понятно. Это наш юрист, Вера Васильевна. Так вот, хочу сказать, что мы ведь не всегда этим пользуемся с вами. И не всегда можем доказать на переговорах с работодателями. Да никогда работодатель не будет работать себе во вред. А для того, чтобы нас уважали, давайте мы с вами вместе все-таки поактивнее, когда заключаем коллективные договоры, просчитывать. И правильно докладчик отметил, и я это подчеркиваю. Сегодня нет безграмотных, ну почти нет работодателей. Если он сам безграмотен, есть великолепная юридическая служба, которая обслуживает. И она работает на него. Это показывает практика. Став стали, радиаторного завода, птицокомбината, откуда приходят люди. И, конечно, вы должны со своими коллегами, знакомыми говорить о том, что нужно объединяться в профсоюз. Только профсоюз может помочь. Нет других объединений ни в мире, ни у нас в стране. Поэтому я хочу поблагодарить вас, Олег Анатольевич, и ваших коллег, за то, что вы нам дали возможность сегодня и выступить, и свою точку зрения выразить. И предлагаю принять вот эту резолюцию. Она небольшая. Она не нарушает трудового законодательства. То есть мы не являемся экстремистами. То есть мы с вами выражаем свою точку зрения и направить ее в наше общественное профсоюзное объединение, конфедерация труда России, для того, чтобы обсудить в российской трехсторонней комиссии, где ссылки сделал Шмаков. И я полагаю, что и Олег Анатольевич по своей организации защита тоже сделает это направление. Причем, вот за рабочее дело, это организация в Новгороде, по-моему, у вас в октябре, да? Собираетесь? Российский комитет рабочих. Да, Российский комитет рабочих собирается в Новгороде. И я вам хочу, там участвуют и наши бюджетные организации. Учитель, действия, наши городские предприятия. То есть там много ребят, которые тоже имеют свою точку зрения. Поэтому дело за нами. Спасибо. Уважаемые товарищи, тогда мы подходим к завершению. Нет возражений? Есть желающие выступить? Нет, да? Но недолго очень, если можно. Хорошо? Пожалуйста. Представьтесь только. Потому что мы сейчас резолюцию будем засчитывать уже и завершать. Здравствуйте, товарищи. Да, я быстро уложусь. Меня зовут Сергей Рядчиков. Я работаю главным редактором издательства «Кавказский край». Я из Пятигорска приехал на эту конференцию. Что я хочу сказать. То есть в нашей организации то, о чем здесь говорили, о шестичасовом рабочем дне, о пятичасовой рабочей неделе уже реализовано. Каким образом? Наша организация представляет собой, скажем так, ну можно сказать, там, Сталинскую артель или Ассоциацию свободных тружеников, то, о чем говорил Энгельс. То есть у нас нет хозяина. У нас есть творческая группа, у нас есть главный редактор, авторы, дизайнеры, стальщик. И мы производим достаточно большой объем полиграфической продукции, делаем сайты. Мы работаем шесть часов. То есть раньше десяти утра мы не работаем, позже четырех вечера мы не работаем. Мы успеваем делать все технологические процессы. Мы работаем по очень конкурентным ценам. К нам приходят очень серьезные заказчики, которые уходят от частных предприятий, от ООО, от ИП. Каким образом нам удалось этого добиться? У нас нет эксплуатации, то есть у нас нет сверхэксплуатации, у нас нет хозяина. То есть когда-то у нас там был учредитель, был директор, мы с ним попрощались абсолютно, скажем так, по закону и создали такую вот организацию. Что хочу сказать, что можно работать шесть часов, можно работать и четыре часа. Мы провели перевооружение, закупили самые современные технические средства. То есть мы внедряем все, что самое-самое последнее появляется в России и за рубежом. То есть у нас есть такие возможности. И у нас рабочий день сокращается сам по себе. То есть мы не собираемся, не выносим каких-то резолюций, что давайте работать пять часов. У нас растет объем работы каждый год. Мы наращиваем объемы, а рабочий день сокращается. Почему? Потому что у нас нет эксплуатации. То есть это основная цель. Поэтому я не думаю, что мы какое-то уникальное предприятие. Видимо, здесь работает некий экономический закон, которым мы пользуемся. А если он работает в нашей организации, значит он может работать и в других организациях. И я думаю, что если это есть у нас, то, наверное, это может быть и в дальнейшем. Но это зависит от позиции самих трудящихся. Потому что мы, в общем-то, все обычные простые люди, но у нас получилось выстроить таким образом работу. Я думаю, что у всех остальных тоже это может спокойно получиться. Вот, собственно, что я хотел сказать. Спасибо большое. Ну что, мы увидели, что и на практике, оказывается, это возможно. И не только возможно, но и вполне реально. Действительно, когда поставали докеры Санкт-Петербурга, морского порта Санкт-Петербурга, они установили шестичасовой рабочий день и работали ровненько так, чтобы выполнить 100% плюс немножко. Раньше они 150 делали и так далее. 100% и так они полтора года боролись, и заработная плата у них поднялась в результате продолжающей забастовки больше года, поднялась в три раза. Они удалось им авиадюспетчеры России, которые обоставать запрещено. Они все сделали в рамках закона. Они и пробежки делали, и спартакиады, и так далее. Их не допускали к пультам управления, что они только не делали. Если зарплата у них была 15 тысяч лет 10-12 тому назад, сейчас у них от 100 до 250 тысяч рублей. Это нормально совершенно, и это то, что, говорят, достойная заработная плата. Надо говорить не только достойная заработная плата, надо говорить стоимость рабочей силы. А стоимость рабочей силы в разных городах по-разному, но не меньше 100 тысяч рублей. Это то, что нужно человеку для того, чтобы... Видите, сейчас квартиру никто не дарит, нужна ипотека. Никто не дарит сейчас машины, нужны кредит. Если посчитать, мы считали с Азотовской профсоюзом защиты труда, который тогда был на Азоте, наверное, многие слышали. И многого добилась тогда организация, к сожалению, сейчас нет. 10 лет тому назад нужно было 72 тысячи рублей. Это стоимость рабочей силы, не вина мыска. Итак, товарищи, разрешите тогда зачитать резолюцию. И тогда проголосуем. Рекомендации научно-практической конференции «Сокращение продолжительности рабочего дня. Путь развития России». Заслушав и обсудив сделанные на конференции доклады, участники научно-практической конференции, исходя из задачи сохранения и развития работников, которые основываются на полноценном воспроизводстве рабочей силы и ориентируясь на лучшие мировые практики и учитывая необходимость компенсации вреда от увеличения возраста выхода на пенсию, рекомендует профсоюзным организациям, членам профсоюза следующее. Сделать приоритетным в работе профсоюзных организаций защиту интересов работников в области сокращения продолжительности рабочего дня, уменьшение сверхурочных работ и работ в выходные дни вплоть до полного отказа от них, обеспечение контроля за полной оплатой сверхурочной работы работы в выходные дни ночное время, включение в коллективные договоры, перехода к постепенному сокращению продолжительности рабочего дня как условия сохранения здоровья работников, роста производительности труда, развития экономики России. При проведении забастовок не прекращать работу полностью, а сокращать продолжительность рабочих смен с 8 до 6 часов, что позволит сохранить выплату заработной платы, контроль над производством и внедрение на практике 6-часового рабочего дня. Не поддерживать предложение перехода к 4-дневной рабочей неделе, так как внедрение подобного режима работы приведет к увеличению рабочего дня до 10 часов, а продолжительность рабочей недели до 60 часов. Разъяснять реакционность так называемой уплотненной недели, выступать за 6-часовой рабочий день без уменьшения заработной платы. В области роста заработной платы, учитывая, что заработная плата в России в 3, от 3 до 5 раз меньше стоимости рабочей силы, необходимо в коллективные договоры включать положение о повышении роста реальной заработной платы. Так называемая индексация заработной платы сама по себе не обеспечивает увеличение реальной заработной платы, так как индексация большую часть года, инфляция съедает большую часть индексации. Для того, чтобы величина заработной платы вышла на уровень стоимости рабочей силы, хотя бы за 12 лет, то есть не завтра, а за 12 лет хотя бы, необходимо, чтобы прирост заработной платы опережал инфляцию не менее чем на 10% пунктов. То есть сейчас инфляция 10%, например, процентов реальная, иначе должна быть прирост заработной платы 20%. То есть при нынешнем уровне инфляции ежегодный прирост заработной платы должен быть не менее 15%. Большинство работников уже приходит к пониманию того, что ждать от правительства и олигархов улучшения положения не стоит. Только сами работники, организованные в профсоюзы, могут разработать проект коллективного договора, предусматривающий улучшение условий своего труда, сокращение рабочего дня, увеличение реальной заработной платы и, поддержав данный проект коллективными действиями, обеспечить его принятие и выполнение. Конец документа. Ну, я ваши аплодисменты воспринимаю как поддержку, но я предлагаю, и Татьяна Дмитриевна тоже предлагает проголосовать за данный проект, чтобы он стал рабочим документом, он будет опубликован, он уже сейчас опубликован, вы видите, идет видеозапись, и это будет в интернете. Я предлагаю проголосовать. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто за? Против. Воздержавшиеся. При двух... Двое, да? Поднимите, положите, сколько воздержавшихся. Два. При двух воздержавшихся данный документ принимается. Уважаемые товарищи, мы исчерпали повестку дня сегодняшнего заседания. Спасибо за то, что пришли и поддержали столь важный документ. Мы, может, сами сейчас еще не совсем понимаем значимость этого, того, что мы сделали, но это очень и очень важно. Успехов вам в работе, в семье, чтобы у вас было больше свободного времени. Как вы можете оценить итоги прошедшей конференции и какие у вас возникли мысли по ее завершению? Ну, во-первых, такая конференция на территории Невиномыска впервые может быть и впервые на Ставрополье. То есть конференция, которая официально около ста человек поддержала сокращение рабочего дня до шести часов, причем это не просто собранные люди, вот на митинг собрали кто угодно, а это профсоюзные активисты. То есть профсоюзные активисты в городе Невиномыске поддержали переход на шестичасовой рабочий день. Это уже большое достижение. То есть эта идея начинает потихонечку овладевать, если еще не массами, то по крайней мере уже целым рядом профсоюзных активистов. Вот это самое важное. Причем зачитана резолюция, резолюция будет опубликована, и это есть основание для того, чтобы двигаться дальше, реально к шестичасовому рабочему дню. На встрече не было дискуссии. Это потому, что не пришли люди, стоящие на позициях согласных с уплотнением рабочей недели, или же потому, что вопрос настолько однозначен, что здесь уже двух дней не быть не может среди трудящихся. Ну, мы стоим не на точке зрения, мы стоим на научной позиции. Производительность труда увеличивается, увеличилась за столетие 50-й более раз, следовательно, рабочий день – огромный ресурс для уменьшения рабочего дня. И это, наверное, убедительно для многих. Было двое воздержавшихся при голосовании, кроме того, были выступления, которые не только об этом говорили. Поэтому я полагаю, что дискуссия-то была на самом деле, но дискуссия была нормальная. Как это реализовывать и какую цель надо поставить? Это же тоже дискуссия. Даже когда одну цель ставишь, возникает дискуссия, как этого достичь. Вот это важнее. Важнее не то, что просто один сказал одно, другой сказал просто противоположно, они начали там как батл устроили, да, какой-то. А если известна цель, цель научно обоснована, следовательно, можно совершенно спокойно приступать к ее реализации. Вот это вот сейчас и продемонстрировано, что это один из шагов к реализации. Это один из шагов. Будут ли другие? Ну, рассчитываем, что в коллективах дальше проинформируют активисты и начнут привыкать к этой идее, что шестичасовой рабочий день, это не выдумка, а это наука рекомендует делать. И это является коренным интересом рабочего класса и всех остальных трудящихся. И даже мелкой буржуазии. Совершенно верно. Спасибо. 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 Спасибо.